Порода получила название от Часапикского залива в американском штате Мериленд. Зимой 1807 года английское судно потерпело здесь кораблекрушение. Экипажу и двум Ньюфаундлендам удалось спастись. Позже, спарившись с местными ретриверами, эти собаки дали начало новой породе. Это страстные охотники. Известен случай, когда представитель породы за день отыскал в холодной воде и принес хозяину 200 уток. Основные моменты и интересные факты. Ретривер из Часапикского залива возник в США. Часапикский ретривер был одной из первых девять пород, зарегистрированных в Америке в 1878 году и был признан клубом ЭК, когда он был основан в 1884 году. Ретривер Часапикского залива может быть коричневого, осокового или цвета вялой травы. Часапик-бейретривер известен своим мастерством в суровой ледяной воде. Порода участвует во всех областях соревнований ЭК. История породы. Ретриверы из Часапикского залива ведут свою историю от двух щенков, которые были спасены с затонувшего корабля в Мэриленде в 1807 году. Самец-моряк и самка-кантон были описаны как собаки Ньюфаундленда, но более точно были малыми ньюфаундлендскими или водяными собаками Святого Иоанна. Эти двое жили в разных частях залива и нет данных о совместном производстве помета. Их разводили с местными собаками, уделяя больше внимания их способностям, чем разведению, что положило начало породе ретриверов Часапикского залива. Есть несколько записей о породах этих ранних собак. В 1918 году один тип, названный Часапикский ретривер, был признан американским клубом собаководства. Джордж Лоу с Паши Щенков написал отчет в 1845 году, который опубликован на веб-сайте американского клуба ретриверов Часапикского залива. Осенью 1807 года я был на борту корабля Кантон, принадлежавшего моему дяде, покойному Хью Тампсону, из Балтимора, когда мы упали в море, в конце очень сильного шторма. Судно было загружено треской и направлялось в Англию из Ньюфаундленда. Я нашел борту двух щенков Ньюфаундленда, Кобеля и Суку, которых я спас. И впоследствии, когда мы прибыли с английской командой в Норфолк, нашим местом назначения был Балтимор. Я купил этих двух щенков у английского капитана по Гвиней за штуку. Будучи снова привязанным к морю, я отдал щенка, которого назвали матросом, мистеру Джону Мерсеру из Вест-Ривер, а щенка самку, которую звали Кантон, доктору Джеймсу Стюарту из Пойнта. Английский капитан рассказал мне об этих щенках. Владелец его корабля активно занимался торговлей Ньюфаундлендами и приказал своему помощнику выбрать и отправить ему пару щенков самой популярной породы Ньюфаундлендов, но одной породы. Эти два щенка были выбраны в соответствии с этим заказом. Самец был тускло-рыжего окраса, а самка черная. Они не были большими, их волосы были короткими, но очень густыми. Они были очень проницательны во всем, особенно во всех делах, связанных с охотой на уток. Губернатор Ллойд обменял мериносового барана на собаку во время мериносовой лихорадки, когда такие бараны продавались по нескольким сотням долларов, и отвез его в свое поместье на восточном берегу Мэрилэнда, где его потомство было хорошо известно многим. Второй щенок-самка осталась в Пойнте до самой своей смерти. Ее потомство было хорошо известно вверх по заливу среди охотников на уток, как непревзойденных для их целей. Я слышал, как доктор Стюарт и мистер Мерсер рассказывают о самых экстраординарных примерах сообразительности и поведения как самца, так и самки. Еще Джордж Лоу писал, что он был высокого роста в своей осанке и выглядел сильным и активным, мускулистый и широкий в бедрах и груди. Голова большая, но не непропорциональная. Морда несколько длиннее, чем это принято у собак этой породы. Его цвет тускло-красный, с небольшим количеством белого на морде и груди. Его шерсть короткая и гладкая, но необычно густая и больше похожа на грубый мех, чем на волосы. Хвост полный, с длинной шерстью и всегда держится очень высоко. Его глаза были очень своеобразными. Они были такими светлыми, что имели почти неестественный вид, что-то напоминающее, что называют глазом воплем у лошади. И примечательно, что во время своего визита на Восточный берег, почти через 20 лет после того, как он был отправлен туда, на шлюпке, специально посланном для него губернатором Ллойдом в Уэст-Ривер, я видел многих из его потомки, которые были отмечены этой особенностью. В 1964 году он был объявлен официальной собакой Мэриленда. Это талисман Мэриленского университета в округе Балтимор. Представителями этой породы владели генерал Джордж Армстрон Кастер, президент Теодор Рузвельт, сенатор Джон Маккейн и актеры Пол Уокер и Том Фелтон. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Внешний вид. Эта порода лучше, чем другие, приспособлена для работы в холодной воде с ледяной коркой. Уши высоко посажены, небольшие, довольно толстые, удобны для много плавающей в воде собаки. Короткая сильная шея несколько нарушает общие пропорции, но очень важна при апортировке тяжелой дичи. Шерсть короткая, густая, грубая, напоминает плюшевый плед. Шерстный покров непроницаем для воды. Наиболее желателен окрас цвета пожухлой травы, однако допустимы вариации от темно-коричневого до светло-соломенного. Высота в холке кобелей 58-66 см, сук 53-61 см, вес кобелей 29,5-36,5 кг, сук 25-32 кг. Глаза янтарно-желтые. Лапы довольно большие, с заметными перепонками. Отличительные черты характера. Типичный ретривер Часапикского залива обладает ярким и счастливым нравом, интеллектом, спокойным здравым смыслом и защитным характером. Некоторые из них могут быть довольно громкими, когда счастливы, а некоторые будут улыбаться, обнажая передние зубы в своеобразные ухмылки. Это не угроза, а знак радости или покорности. Ретриверы из Часапикского залива могут стать отличными семейными собаками, если их правильно социализировать. Некоторые Часапики напористы и своенравны и могут сдерживаться с незнакомцами, но другие пассивны и общительны с людьми. Часапики – настоящие труженики, сильные и неутомимые собаки. Но для реализации всех их отличных качеств им нужна твердая рука хозяина. Типичный Часапик является ярко выраженным индивидуалистом, первым агрессию по отношению к другим собакам он не проявляет, но спуска не дает. Содержание и уход. Как правило, для Часапика подходит любой качественный корм для собак. Для особо активных или высокоэнергетических собак может быть полезна смесь, содержащая не менее 20% белка. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Это короткошерстная порода с мягким подшерстком и жесткой внешней шерстью. Они действительно линяют, и хорошее расчесывание примерно раз в неделю сведет к минимуму появления волос на полу. По сути, Часапик Би и Ретривер не требуют особого ухода или купания. Как и у всех пород, когти следует регулярно подстригать, так как слишком длинные когти могут вызвать дискомфорт и проблемы при ходьбе и беге. Это умная, высокоэнергетическая порода. Им действительно нужна работа и много упражнений. Они любят ходить в походы, бегать, охотиться и плавать. Они преуспевают во всех собачьих видах спорта, таких как послушание, выслеживание и ловкость, хотя, конечно, охота и полевые работы – это то, для чего их разводили. Тренировка послушания является обязательной для Часапика. Маленьких щенков нужно социализацировать и дрессировать с раннего возраста. Это гарантирует, что Часапик Бейритривер вырастет хорошо воспитанным компаньоном. Здоровье. Дисплазия тазобедренного сустава беспокоит большинство собак, в том числе и Часапик. Есть и другие наследственные заболевания, которые могут повлиять на породу, но, к счастью, есть тесты, которые ответственные заводчики используют для оценки и проверки племенного поголовья. Заводчикам важно предоставить информацию о здоровье отца и матери всем, кто заинтересован в получении щенка. Как и у всех пород, уши Часапика следует регулярно проверять на наличие признаков инфекции, а зубы следует часто чистить зубной пастой, предназначенной для собак. Цена и как правильно купить. В американских питомниках средняя стоимость щенка Часапикского Бейритривера составляет 1500 долларов. Итог. Ретривер из Часапикского залива. Крупная порода собак, принадлежащая к породным группам ретриверов, гундагов и спортингов. Порода была выведена в районе Часапикского залива США в XIX веке. Исторически использовавшийся охотниками на местных рынках для ловли водоплавающих птиц, вытаскивания рыболовных сетей и спасения рыбаков, сегодня он в первую очередь является домашним животным и компаньоном на охоте. Они известны своей любовью к воде и умением охотиться. Эта собака среднего и крупного размера, внешне похожая на лабрадора-ретривера. У Часапика волнистая шерсть, в отличие от гладкой шерсти лабрадора. Они описываются как обладающие ярким и счастливым характером, храбростью, готовностью к работе, бдительностью, умом и любовью к воде, как некоторые из их характеристик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok